Что Всевышний Аллах любит, когда человек получает какую-либо победу, либо ему оказана какая-то милость в виде победы, завоевания каких-то городов, либо достижения какой-либо должности, проявление на нем, проявление скромности. А скромность проявляется в следующем, в том, что он не выпячивает грудь, он не задирает нос, а он отпускает голову и проявляет свою скромность и смирение. И говорит, о Аллах, помилуй меня и прости меня за мои грехи. Как это было с посланником Аллаха, когда он заходил в Мекку. Он зашел в Мекку открывателем, победителем. Аллах говорит, Ты увидишь, как люди входят в религию толпами. Что Аллах далее говорит? Восхваляй своего Господа и проси прощения. Делай истихфар. Так же, как было повелено Бану Исраиль. То есть, когда ты войдешь в Мекку, Мухаммад, делай истихфар. И так же, Бану Исраиль, когда вы войдете в Бейт-Уль-Макдис, делайте истихфар. Просите прощения за ваши грехи. Посланник Аллаха, когда входил в Мекку, то, как упоминают сподвижники, его голова была опущена. На нем было проявление скромности и отсутствия высокомерия. Не как победителя, который человек часто побеждает, поднимает, раскрывает грудь и кричит, как победитель, показывая тем самым свою силу. Нет. Аллах, Субханава Тааля, говорит, «Уасаназиду мухсили». И тот, кто поступит таким образом, Аллах говорит, мы добавим милость и прощение для творящих добро. Вывод отсюда, что когда Всевышний Аллах человеку оказывает свою милость, богатство, достижение в спорте, победы разного вида, достижение каких-то должностей, что бы человек не достиг, и ту бы милость, которую Аллах не дал ему, то на нем должен отражаться след благородности, благодарности Аллаху. В чем она выражается? В скромности. И в истихфаре. Когда человек, достигнув это, скромность отражается на нем, отпускает он свою голову. И просит у Аллаха прощения, делает истихфар. Вот это признак благородного раба, и которого Аллах любит. Субтитры создавал DimaTorzok